Сюда все свозили, мусор скидывали, то есть кто-то один выкинул, все остальные сразу начали сюда скидывать. То есть вечером приехал, машину поставил, смотрю, кто-то подъехал на машине, выкидывает доски, пакеты. Хорошо, что убирают. Свалку на улице Усилова начали убирать вчера. Ее объем составляет 500 кубических метров. Кроме твердых бытовых отходов, сюда сбрасывали строительный мусор и ветки. По предварительной оценке ликвидации свалки обойдется бюджету города в 500 тысяч рублей. Работы по договору с районной администрацией выполняет региональный оператор. Здесь совместная работа идет, но здесь не только муниципалитеты. В основном все-таки свалки находятся на неразграниченных территориях. И как раз сложность заключается в поиске, кто отвечает за это земельное участок. В основном свалки такие находятся в лесах, оврагах, поэтому приходится спускаться под землю, чтобы такие свалки обнаружить и вывезти. Поэтому в основном работа сложная. Подобные свалки расположены по всему городу и области. Только в Нижегородском районе выявили 41 несанкционированную свалку. Для борьбы с мусором региональное правительство выделило из областного бюджета 100 миллионов рублей. Плюсом к этим средствам добавятся деньги из муниципальных бюджетов. Работа началась. Чтобы убрать вот этот объем, это более 7 тысяч кубов, мы надеемся вместе с региональным оператором до конца года убрать около 10-12 свалок. В прошлом году у нас было таких более 100. География известна, 50% это центр города, это в основном место отдыха, грибной канал, овраги, там где есть зоны отдыха. И 50% как вот здесь вот места приближенные к частному сектору, к дачным поселкам. Сейчас по всему региону составляется перечень несанкционированных свалок и проводятся обследования. Дальше районы приступят к уборке. После того, как перечни будут все составлены и проведены обследования, будут заключены соглашения с муниципалитетами о выделении субсидий на ликвидацию несанкционированных свалок. После того, как свалки будут ликвидированы, мы сделаем повторное обследование. Только после этого денежные средства будут перечислены на расчетный счет органам местного национального управления. Ликвидация несанкционированных свалок проходит по национальному проекту «Экология». Его реализация по указу президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Артемий Котков, Алексей Калякин. Время новостей.